В выставочном зале Кировского дворца культуры работает персональная выставка художника Александра Зайцева. Среди картин работы, написанные маслом, графические рисунки и полотна, выполненные в соавторстве с Александрой Мезенцевой. На экспозиции побывала съемочная группа Народного телевидения. Работы, представленные на персональной выставке апатитского художника Александра Зайцева, нельзя, как говорится, причесать одной гребенкой. Все они разные. Пейзажи, портреты, натюрморты и даже абстрактные полотна отличаются техникой исполнения, сюжетом, настроением и разделены временем. Работы на самом деле разные. Период такой растянутый, потому что на персональную выставку, ну я, по крайней мере, решил отобрать те работы, которые мне больше нравились, поэтому получилась такая ретроспективная выставка. Александр Петрович связал с живописью всю свою жизнь. Первые картины он написал еще в старших классах школы. После службы в армии устроился работать художником-оформителем. И хотя эта должность больше относится к риме-случам, к творчеству, живопись Александр Зайцев не забросил. Много путешествовал и в этих поездках черпал вдохновение. Мне очень нравится север. Я на Соловках был несколько раз, на это видно и поработал. У меня здесь две работы. Очень люблю Белое море, Баренцевое море. Мне эти места даже больше нравятся, чем, скажем, Черное море. Южные пейзажи не так радуют меня, мне их не так интересно писать, но обывал я, в общем, много где. Работу «Соловецкого периода» Александр Зайцев выполнил в соавторстве с художницей Александрой Мезенцевой, тоже нашей землячкой. Это сотрудничество добавило пейзажам реализма, который в сольных работах автора, как правило, играет вторые роли. Ну, я не реалист, я не стараюсь подражать совсем натуре, то есть все как-то немножко переосмысливается, перестраивается, и поэтому тут процесс такой труднообъяснимый, по крайней мере. Прикоснуться к результату того самого необъяснимого творческого процесса может каждая персональная выставка Александра Зайцева в выставочном зале Кировского дарца культуры продлиться до 10 февраля.